Субтитры предоставил DimaTorzok В студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте! Условия получения кредитов ужесточат. Банки теперь тщательнее будут проверять долговую нагрузку заемщика. С октября следующего года при получении даже минимального кредита им придется подтверждать свои доходы. Сейчас такую справку спрашивают только с тех, кто занимает у банка крупные суммы. Инициативу объясняют борьбой с излишней закредитованностью населения. Не сумев рассчитаться с долгами, люди берут новые и новые займы. Если начинается все со сделок в крупных банках, то заканчивается, как правило, обращением в микрофинансовые организации. Всего за год с прошлого ноября общая задолженность россиян превысила 14,5 трлн рублей. Это рост на 22%. Россияне не хотят жить за границей, но мечтают отправить туда детей. Практически все, если говорить точнее, 88% опрошенных ответили аналитикам, что в ближайшее время эмигрировать не планируют. Оставшиеся 12% так или иначе рассматривают вариант переезда в другую страну. Большинство из них, 62%, мечтают о странах Европы. В основном это Германия, Польша, Италия и Испания. Многие странами своей мечты называют США и Канаду, а вот азиатские государства привлекают всего 6% потенциальных эмигрантов. Впрочем, динамика год от года меняется. Еще в 2015-м доля тех, кто хочет переехать именно в Европу, была гораздо меньше, чем сейчас. Роскачество тестирует отечественные вина. Для исследования закупили продукцию 320 торговых марок стоимости от 200 до 1000 рублей за бутылку. Каждый напиток получит оценку опытных дегустаторов. Специалисты отмечают, что вина, произведенная в нашей стране, суше, чем европейские. Отличаются стандарты. К примеру, сорт с одним и тем же уровнем сахара в Германии будет считаться сухим, а в России – полусухим. Кроме того, эксперты Роскачества рассказали, как вино хранить. Условия в обычной квартире, как оказалось, соблюсти довольно сложно. Нужна особая температура, влажность и освещение. Новосибирск не попал в число городов с высоким качеством жизни. Это результаты исследования, которые специалисты финансового университета при правительстве проводили в 78 городах. Они оценивали состояние дорог, качество услуг ЖКХ, медицины, уровень культуры и образования. Одним из ключевых моментов были миграционные настроения горожан. В тридцатку лучших городов наряду с Москвой, Грозным и Тюменью Новосибирск не вошел. Его итоговый индекс – 51 балл. Столько же у Кемерово, Якутска, Томска, Пенза и Перми. Показатели городов-лидеров в среднем на 20 баллов больше. Черная пятница этого года увеличила продажи в России вдвое. Напомню, в конце прошлой недели магазины и торговые сети по всему миру объявили традиционные ноябрьские масштабные распродажи. В России эта традиция пока только набирает популярность, поэтому продажи с каждым годом становятся только выше. Так уже в первые два часа после полуночи выручка выросла на 230%. А заодно только пятницу продажи товаров в непродовольственных магазинах превысили 70 миллиардов рублей. Интернет-магазины в этом отношении заметно уступили коллегам всего 17 миллиардов за сутки. Особенно покупатели обрадовались скидкам на бытовую технику и товары для дома. А вот авиабилеты людей практически не заинтересовали. Уполномоченный по правам российских предпринимателей Борис Титов считает, что у России есть возможность предложить Китаю свой рынок сбыта. Там предприниматели из Поднебесной могли бы компенсировать потери, возникшие из-за торгового противостояния с США. Часть товаров, которая предназначалась для рынка США, может прийти к нам, и это хорошо для России. Другой вопрос, где нас ждут на китайском рынке с нашими инвестициями и товарами. Нужно смотреть на структуру американского экспорта в Китай. В основном это сельскохозяйственная продукция, кукуруза, соя и их производные. Тем временем в Кемеровской области сантехник покитил из сейфа 180 тысяч рублей. Он занимался обслуживанием здания, где арендовала площади страховая компания. Соответственно, у сантехника были ключи от всех кабинетов, а дверцу от сейфа он попросту отогнул. Часть денег злоумышленник успел потратить до того, как его задержали. А на этом у меня все. До встречи.